Два жадных медвежонка. Венгерская народная сказка. По ту сторону стеклянных гор за шелковым лугом стоял нехоженный, невиданный, густой лес. В нехоженном, невиданном, густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежата подросли, решили они пойти по белу свету, счастье искать. Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить приказ матери и тронулись в путь дорогу. Сначала пошли они по опушке леса, а оттуда в поле. Шли они шли, и день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились, а по дороге достать было нечего. Понурые брели рядышком медвежата. — Э, братик, да чего же мне есть хочется? — пожаловался младший. — А мне и того пуще! — сокрушенно покачал головой старший. Так они все шли-дошли, покуда вдруг не набрели на большую круглую головку сыра. Хотели были поделить ее по справедливости поровну, но не сумели. Жадность одолевала медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, ругались, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. — О чем вы спорите, молодые люди? — Медвежата рассказали о своей беде. — Какая же это беда? — сказала лисица. — А это не беда. Давайте я вам поделю сыр поровну. Мне что младший, что старший, все одно. — Вот это хорошо! — воскликнули с радостью медвежата. — Дели! Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого. Медвежата в раз закричали. — Этот больше! Лисица успокоила их. — Тише, молодые люди, и это беда не беда. Малость терпения, сейчас все улажу. Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. — И так неровно забеспокоились медвежата. Лисица посмотрела на них сукаризной. — Ну, полно, полно! — сказала она. — Я сама знаю свое дело. И она откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньшим. — И так неровно! — вскричали медвежата в тревоге. — Да будет вам! — сказала лиса и с трудом ворочая языком, так как рот ее был набит вкуснейшим сыром. — Еще самая малость — и будет поровну. Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила. К тому времени, как куски сравнялись, медвежатам почти сыра не осталось. Две крохотные крошки. — Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, зато поровну. — Приятного вам аппетита, медвежата! Захихикала и, помахав хвостом, убежала. Так вот, как бывает с теми, кто жадничает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова